Вот еще для них это было ужасом, а для вот той женщины и вот еще там, ну кто-то еще там с другого вагона, было видно, что вот это было от Бога. И начальник поезда тоже, начальник поезда, вот он потом проходил и было видно, что, ну не знаю, ну а ощущение, может мое субъективное такое, не знаю, я с ним не разговаривал на эту тему даже. Вот, но было видно, что у него такой, очень такой хороший отношение, то есть он прямо вот, ну так, проникся как-то, проникся человек, вот и, а врач без комментариев, врач как-то ушел потом и все, и больше не показывался тот самый, который, да, я не знаю, что будет с ним дальше, вот, но, знаете, вот, друзья, скажу, что и всякие бывают другие случаи, бывало, что и освобождение от весов прям в поезде бывало тоже такое, ну редко, правда, но даже бывали такие моменты, очень были непростые, да, ситуации, еще более непростые ситуации, но, как бы, но в целом, вот, в основном, без такого экстрима, но просто людям, говорю о Христе, говорю о Боге, о вере, и люди вот многие, даже в таких вот условиях, бывает, они даже еще лучше открываются, даже вот, чтобы слышать Слово Божье, потому что, знаете, так вот, где-то там в храм прийти, да, как бы там, ну, там, там, свои литургии, свои службы, а это, как бы, вот, люди слушают, вот, как бы, в свободной такой обстановке, да, слава Богу, спасибо Господу за все, вот, и, знаете, вот, вот скажу вам об этом откровении, которым живу уже последних вот 16 лет, с 2003 года начинаем, вот, что Он есть воскресение и жизнь, вот, я, аминь, я просто живу этим откровением, и, это, Евангелие от Иоанна, 11-25, слова Иисуса Христа, 11-25 Иоанна, да, вот, почитайте, размышляйте тоже, вот, слова Иисуса, когда в 11 главе там рассказывается, что Он воскресил друга своего Лазаря, и Он воскресил друга уже четвертый день после смерти, то есть, если бы Он пришел бы и воскресил бы там пораньше чуть-чуть, в первых три дня, да, то, как бы, не было бы ничего такого, как бы, ну, страшного, будем так вот, для Него, потому что, значит, сказали бы опять, что, вот, да, великий чайотворец, пророк, ну, кто-то поверил, кто-то не поверил, но другое дело уже, а здесь Он пришел в начале четвертого дня и воскресил, потому что, почему Он, как бы, произвел такое действие негодования у религиозных людей, даже, именно после этого, случая решили убить Иисуса, и Лазаря Зону тоже решили убить, таргегиозно эти вожди, потому что в Израиле верили, что, а можно, что в Израиле верили, и в то время, да и сейчас тоже, в разных направлениях иудаизма верят, что первых три дня только возможны, вот, для воскрешения, вот, и понимаете, если бы, вот, в первых три дня Он пришел бы, и воскресил бы друга своего, да, то сказали бы о нем то, что говорил, помните, Никодим, да, что мы знаем, мы, говорит, не просто я там, а мы, не мы там Николай Второй, а мы там, то есть кто-то еще там из этих руководителей тогдашнего, да, религиозной вот, структуры, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких дел, которые ты делаешь, не может делать человека, если не будет с ним Бог, вот, но понимаете, а здесь, когда Иисус в четвертый день воскресил уже, когда уже признаки разложения были на лицо, уже смердело тело, да, то они не могли уже признать Его просто пророком, они должны были признать Его уже кем? Мессией, да, уже Мессией, уже то, что названо было Эммануэю, да, Эммануэю, Эммануэль, Бог с нами, Бог, который среди нас, а вообще-то даже еще и круче, вот, 11-25 слова, это прямо, ну, не знаю, для меня это прямо вот откровение, которым я вот уже, уже 16 лет уже живу этим откровением, с самого 2003 года, в третьем году просто был первый случай, когда вот пришлось мне молиться за воскрешение умершего, и он воскрес, и было быстрое исцеление после этого, на протяжении там 10-15 минут после воскрешения он был полностью исцелен, хотя были рады несовместимы с жизнью вообще, вот, то есть даже он, будучи воскрешенным уже, врачи не давали ему шансов никаких для выживания, ну, у него мозги были видны, там, череп, как переспел аргуз, был раскрыт, вот, значит, расколот, ДТП было, вот, и в сумской области было это дело, вот, значит, и вот после этого эпизода, после этого случая, были еще другие случаи воскрешения, за эти годы, за эти 16 лет уже несколько случаев было воскрешение, не только кошек, вот, но и людей, и, значит, и, вот, один из этих случаев, вот, как раз, я рассказал про ту проводницу, вот, к этим вещам невозможно подготовиться, они вот, это экспромтом совершается, вот, потому что смерть, она внезапно приходит, там, без предупреждения, без предупреждений, и, хотя были случаи, конечно, я молился, и не было воскрешения, за эти годы тоже были такие случаи, и я не знал, почему, при том, ну, дорогих мне людей, как раз, именно, вот, самое интересное, вот, за кого молился, вот, именно, в Киеве мы тоже одного священника похоронили в эти годы, жалко было, вот, тоже отец Алексей, у нас два, это было отца Алексея, один из них был тоже, вот, моим первым помощником, как раз, значит, и, ну, на нем просто было очень много всего у нас в церкви, в Киеве, вот, и молодой еще, и так вот, как-то умер не в свое время, да, молились за него, за воскрешение молились, не было ничего, так и похоронили брата нашего. Я не знаю, почему тоже, вот, да, вот, вот, иногда происходит, иногда не происходит, а когда это не происходит, и ты вроде веришь, и все, ведь не просто и вроде, а веришь, и все, и молишься. Я, я понял так, что, когда молишься за исцеление, или за воскрешение, там, или за освобождение, там, знаете, чем меньше вопросов задаешь, тем лучше. Вот, я так понял, что не нашего ума это дело человеческого. Есть многие вещи, которые мы только на небесах, только вечности узнаем только. Почему, зачем, да и от чего. Наше дело маленькое. Бесов разгонять, мертвых воскрешать, больных исцелять, вот. Если где-то что-то не удалось, вот, не вышел бес сейчас, допустим, не знаю, там, молились за одну женщину, мы долго молились. Так и не выходит ничего, не знаю. Некоторые бесы прямо выходят, прямо моментально, чик, на раз-два. А другие, как вот, как какой-то репейник, вот, прицепился, все, и вот, и отдираешь, отдираешь, и, 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 вроде, отодрал, и не отдираешься. Вот, я не знаю, значит, ну, с чем связано, кто его знает. Ну, можно предполагать, там, есть разные догадки, там, Дерек Принкс, там, многие другие учителя, там, целые теории на эту тему пишут. Что, там, расположение души, как бы, ну, это можно многому что-то объяснить, можно, но по-разному. Но, я так понимаю, до конца все равно не объяснишь, все равно, только в вечности узнаем, что да почему. Ну, а наше дело, как говорится, дело, дело Божье. Вот, и пусть Господь благословит вас, братья. Вот, и вот эти слова, вот, я есть в воскресении жизнь, пусть они будут от вас. Не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь, если придется молиться за воскрешение, не бойтесь, главное, не бойтесь, действуйте за исцеление. Даже если, вот, по-человечески, порой, вот, происходит исцеление тогда, когда, вот, даже по-человечески уже верить, ну, невозможно, честно говоря. Вот, и вдруг раз, чух, и происходит. А порой думаешь, вот, сто процентов будет исцеление, и, как бы, и нет исцеления. Поэтому здесь даже, ну, по большому счету, не от нас зависит-то, по большому счету. И от нас что-то зависит тоже, где-то, нашего участия какого-то, но все в его воле. Вот, действительно, реально в его воле. Вот, и просто за все благодарить и действовать, вот, несмотря ни на что дальше действовать. Пусть Господь благоставит вас. Да, сегодня много чего она рассказывала уже вам. Вот, пусть Господь благоставит, и, братья, держитесь Господа, самое главное. Когда мы держимся Бога, держимся Господа, то ничего нет невозможного тогда для нас. Да, как бы. Мы держимся Бога. Вот, что бы ни раздавило в вашей жизни. Можно спросить? Конечно, я же здесь так. Скажите, пожалуйста, а почему этот Иклер так не любил евреев? Чего вы смеетесь? Нет, ну, кстати, вот такой вопрос интересный. Есть разные догадки тоже, до конца неизвестно. Говорят, или у него были свои какие-то на еврейский народ, мало ли. Вообще, это одержимость. Ненависть, когда одного народа к другому народу, даже если брать не еврейский народ, это вообще межнациональная вражда, межрасовая вражда, да, как и межчеловеческая вражда. Просто два человека. Одной расы, одного народа, одного племени, все. Но когда беспричинная такая вражда возникает, да, между людьми, это есть особого рода одержимость беса. Поэтому можно объяснить по-разному феномен Гитлера, допустим, как и Сталина, там, и других тиранов. Но духовно, если объяснять, как священнослужители, я могу объяснить, это вот действительно реально он дал место дьяволу. Реально он дал место. Потому что ненависть, написано, что исток зла, истоки зла, есть видео у меня об этом тоже. По истории христианства об этом рассказываю я, по истории церкви. И есть такие дорожные беседы, если наберете там на ютубе, дорожные беседы архиепископ Сергей Жуалев, или просто Сергей Жуалев, дорожные беседы. Истоки зла, там и, как-то еще там забыл название, ну там много разных бесед этих, дорожных. Дорожные беседы, этот цикл мне самому очень понравился. Я беру с собой камеру, штатив, допустим, к примеру, еду в поезде. А бывало такое не раз, уже так бывает. Вот со мной никого нету. Вот, к примеру, мне братья покупали, вот в прошлый раз тоже с Кривого Рога как раз. Билет купили в купе мне. Значит, и до са... не помню, ну, больше полдороги ехал, короче, и никто ко мне не потерялся. Вот, один еду. Вот так я чаю заказал у проводницы. Закрылся, камеру поставил, кстати, камеру поставил себе, значит, и давай там чай попиваю, и давай людям рассказываю там все это, делаю программу. А у меня там куча записок осталось. Я как раз не успел здесь ответить на вопросы, с семинара там того, куча записок. Думаю, ой, я сейчас, ну, зайцев убьют сейчас сразу. Я отвечу на эти записки, вот, как раз, и выставлю эти видео. Вот такая родилась серия. И вот об истоках зла я там рассказываю, как раз, вот, как-то так получилось. Пробовал потом повторить, не получается. Вот некоторые вещи не повторишь уже. Вот, как идет помазание таком. Вот, истоки зла, посмотрите. Истоки зла. Вот, я понимаю, что это было по откровению от Бога. Потому что даже настолько, в других купе, во всех, не было свободных мест. В моем купе пусто было. Ну, потому что уже ближе, уже к концу, уже там кто-то подсел. Ну, и то, я уже все записал. Мне даже уже и батарейки уже не работают. Все уже, короче, уже все. Я записал. То есть, когда Бог дает, он даже дает даже время, вот, такое, специальное, чтобы можно было это высказать. И вот, без причины вражда, тем более вражда к еврейскому народу. Слушайте, вот, много разных народов на земле. Много-много разных народов, да? Вот. Но, как детей. К примеру, вот, у Бога много детей, да? Как народов, представьте себе. Много народов разных. Вот, у меня вот шестеро детей. Но есть старшие. У нас старшая, Настя, Анастасия. Которая сейчас замужем. Она отдельно живет с мужем своим, да? Значит, у них двое детей уже, вот, наши внуки. Вот, остальные с нами еще живут. И вот, интересно, вот, старшая, старший ребенок всегда в семье, это особенная любовь какая-то, особенная. И больше требований всегда. Тем более, что родители еще, первый опыт обычно, да, больше требуют всегда, да? Вот, к последним обычно, наоборот, мало требований. Больше нежности, как бы, да, всякой там. Вот, больше чувств уже человек испытывает. Я, допустим, вообще с первым ребенком, я не понял, что я еще отцом стал. Со вторым тоже, как бы, так, ну, так, ну, двое, классно, хорошо. Только с третьим до меня стало доходить, что да, это, это, что такое быть отцом уже, не знаю. А уже раскушил уже вкус уже отцовства. Это уже вот, да, четвертый, пятый, шестой ребенок. Я уже стал понимать, это здорово, это классно вообще. То есть я уже испытал уже наслаждение уже в этом уже. С первыми детьми я так не испытывал такого. Может быть, еще молодой, глупый был, не знаю. Вот, а с внуками, я вообще просто таю, как сахар. Я понимаю, что это, ну, думал, это просто говорят так, что со внуками так балдеют люди просто. Вот, значит, дедство начинается, да, дедовщина такая, да, как бы. Вот, я думаю, это классно, на самом деле, очень хорошо. И вот, значит, и вот первый народ, первенец, в Библии написано, Израиль. Хотя, исторически Израиль родился позже многих народов, да, как там, в Абелоняне, допустим, те же самые, да, халдеи. Вот, но духовно это первенец написано, в Библии написано. И поэтому Израилю всегда, и как вот старшему, да, сыну, или старшей дочери, к примеру, да, вот если в семье. Первое требование, самые большие требования, ну, и самая большая благодать всегда. И первый кнут, и первый пряник всегда. И самая великая ответственность, и поэтому ко всем народам разные требования есть у Бога. Вот, к Израилю всегда завышенное требование, всегда. Это, ну, это особенно Божья любовь, которая выражается порой не только в прянике, но даже и в кнуте, даже и в наказании. Даже в наказаниях, в Библии нам рассказывается об этом подробно, у пророков. Почему Израиль, даже страдая, он, вот, в лице пророков звучало, что это милость Бога. Это не было, чтобы уничтожить, да, а чтобы, наоборот, научить. И чтобы оказываться на примере Израиля, чтобы и другие народы тоже научились. Это правда, на самом деле. Мы сегодня Библию читаем, допустим, да, с разных народов верующих. Читаем Библию и учимся на примере этом. И Павел и апостол пишут Каринфянам. Каринфяне были не евреи совершенно. Притом, в основном, довольно антисемитски настроены. То есть, как бы, они даже не воспринимали евреев. Но он писал им так, что то, что написано об Израиле, написано в наставлении вам, достигшим последних веков. То есть, он пишет, что то, что написано было, да, об Аврааме, Исааке, Якове, о патриархах, о царях, пророках, это все в наставлении всем вам, в назидании. Вот так вот. Поэтому, кстати, сегодня утром прочитал там одну историю, когда, значит, там, вот, ну ладно, там, другая ушка. Короче, что бы ни, кто бы ни восставал на Израиле, он в первую очередь, за первенца своего, Бог порвет любого дьявола. За первенца своего. И Гитлер, какой он ни был, был крутой, какая ни была бы у него армия, он говорил, тысячелетний рейх. Какой тысячелетний? На глазах одного поколения. И взлетел высоко, но большие шкафы громко падают. Шкаф был большой, трехдверчатый, там, трехдверчатый, но грохот был такой, что, мама, не горюй. Представляете, вот, значит, вот тебе тысячелетний рейх. Потому что он, написано, касающийся вас, касается зеницы ока Божьего. Вообще, любого человека, который, вот, именно, обращается к Богу, да, и с Господом, касающийся, он касается Бога, неизбежно. Но одно дело касаться здесь, да, ну, ты тоже не будешь долго терпеть, если я так подошел, и так пальцем тычешь, да, ну, ты чего мне тычешь, да, значит, там. А если в глаз, представьте, будет тебе, ты даже одного удара не будешь, да ты что, ну, у тебя просто автоматом сработает вообще. Вот, чтобы, ну, как бы, как минимум уклониться. Защита. Да, защита, но даже непроизвольно просто, раз, глаз просто закроет у тебя все. Ты же не будешь до последнего ждать, пока он тебе, там, туда, в яблоко не попадет тебе глазом-то, пальцем-то. Вот, поэтому, а написано в Библии, касающейся вас, касается зеницы ока Божьего, то есть, просто, действительно, самого края, самого, прям, зрачка самого, представляете? Поэтому, здесь, вообще, всем народу надо благоставлять, а наипаче Израиль, как первенец, как старшего в семье. Вот, поэтому, и Гитлер капут, и все прочие капут. Вот, кстати, вот сейчас вот месяц заканчивается уже, ну, есть солнечный календарь, да, есть лунный календарь, библейский календарь. В библейском календаре сейчас последние дни месяца Адар, месяц Адар называется. По-татарски Айдар, мы называем его, по матери Татарин, мама моя Ибрагимова, вот, и в татарской традиции называем Айдар, значит, а по-еврейски просто Адар, Адар. Вот, значит, и, ну, Айдар, это, Ай, Ай, это по-татарски, значит, ну, луна, когда она в полном, полное красотетство, это Ай, говорили, Ай. Ну, а в современном татарском Ай, это вообще просто луна, независимо, как, серпом или какая она, просто это Ай. Айдар называют еще, как бы, луналикая, как бы, вот, если к женщине обращается, Айдар, вот, а если к мужчине, то там другой смысл совсем, это означает, что он как, грозный, как луна, как бы, то есть, он уже некрасивый, а грозный. Вот, 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 то, что в Украине называют оселелец, да, вот, оселелецы, а раньше тоже татары многие носили такие, тоже эти оселелецы такие. И вот, когда у него полный оселелец, когда он так вот закусывал, это называли Айдар уже, воин Айдар. Вот так вот. Вот, и месяц Айдар сейчас заканчивается, значит, и как раз в полнолуние этого месяца, вот, прошедшее полнолуние, да, этого месяца, библейский праздник, какой был у нас праздник библейский? Пурим. Пурим, Пурим, Пурим. Как раз, это книга Эсфири, рассказывает об этом, книга Эсфири, это одна из книг Библии, полностью посвящена этому празднику. И это не просто так, друзья. Для евреев праздник это так? Да, и не только для евреев. Я считаю, что вообще для всех, кто обидно учтит, как Божье Слово, если это для человека не просто, не пустой звон, а если это действительно, это Божье Слово, то для любого человека, любой национальности, любой культуры, это и есть праздник, Божий праздник, который, это как бы, знаете, чудо спасения, тогда произошедшего, когда по-человечески уже было ждать неоткуда спасения. Уже все, уже готовился. Такой холокост, даже Гитлеру не снилось такое. Потому что... В случае геноцид. Да, геноцид был, предполагался, уже официальный указ уже, нельзя было отменить его, с печатями, все, с подписями, по всей империи, 127 областей, от Индии до Эфиопии. Представьте, огромнейшая территория, 127 этих стран. Это как бы Соединенные Штаты были Ахашвироша, Артаксеркса. Вот, и на всех этих вот странах должно в один день, время чая, должны были люди уже мечи готовить, готовились отряды, и должны были, и евреи не имели права даже на самооборону никакую, все, их должны были всех как овец просто перерезать. Все, по всему королевству указ был разнесен, на всех языках. Представляете? И что произошло? Вместо этого смертоубийства, миллионов людей, что произошло? Буквально прям на глазах, там Библия рассказывается, как чудо, реально Божье чудо произошло, слушайте, через простых людей, царица Исфирь, Мордехай, стали многие евреи каяться, обращаться к Богу, наконец-то, ну, вот, опять-таки, я в тревогу, а так до Бога. Там уже жареный петух уже клюнул, уже. Вот, действительно, там люди просто стали к Богу вызывать, потому что перед тем у них был шанс уезжать в землю обитованную, начиная там строительство храма. Нет, очень мало патриотов оказалось в Израиле, очень мало, ничтожно мало, лишь горстка евреев вернулась. А основная масса им уже хорошо была на вот этих территориях, они освоились, нормально уже, наоборот, даже такая старая мечта еврейская, ассимиляция, она здесь сыграла свою там злую шутку. Вот, но враг напомнил, кто есть кто. Вот, значит, и произошло чудо избавления, спасения. Кстати, а вот суббота, предстоящая суббота, это будет уже первое число новолуния, уже новомесячье будет первое число месяца уже Нисан. Месяц Нисана, это месяц Пасхи. Месяц Пасхи, потому что в полнолуние следующего месяца Нисана Бог совершил Великый Исход. Исход из Царства Тьмы в Царство Божье, будем так говорить, да, потому что и новомесячье, и Новый Год. Так что, ну да, Новый Год. Три тысячи триста тридцать первый наступит год от Исхода. От времен Моисея, именно от нашего выхода, три тысячи триста тридцать первый год наступит. Так что, с наступающим вас. Три тысячи триста тридцать первым. Уже на днях, уже. В пятницу вечером уже. Можно, ну, елку не ставить, но, короче, поздравлять уже с Новым Годом. Отец Евгений, а можно я попросить еще? Конечно. А как вам относятся православные священники? Традиционно многие меня гонят, считают юридиком. Ну, в Украине попроще, здесь разные есть православные. Именно Московская приорхата, откуда я вышел, чаще всего гонят меня. Потому что, а почему они считают, что никакая реформа нам не нужна, никакая реформация не нужна нам. А я как раз доказываю обратное, что нужна реформа, нужна реформация, нужны перемены. Придем очень большие, радикальные перемены. Вот, в Киевском приорхате, вот сейчас с Томасом, который православный церковь в Украине, там так, 50 на 50. Кто-то одобряет, кто-то не одобряет, но, по крайней мере, можно вести цивилизованный диалог. В Московском приорхате, откуда я вышел, в 96-м году, по идейному соображению, я вышел. Там какая проблема? Проблема сектанства. Сектанство не в смысле, там, конфессионального такого названия, а вот самой сути сектанской. Что вера в то, священникам, еще в семинарской скамьи внушается такая вера ложная, что якобы только лишь мы церковь, только лишь у нас, якобы, благодать, только лишь Бог у нас. Якобы мы Бога, якобы, за бороду схватили, как бы, и все. И, как бы, знаете, как вот, получается, как вот джин в кувшин попал, и все, и он раб лампы. Вот, как бы, и получается, как бы, или как, это вот, рыбка там, золотая, на посылках теперь. И зарабатываем на нем. Да, и все, да, и тем более зарабатываем на нем. Получается, что это ложная вера. Многие священники это понимают, особенно молодые священники, это прекрасно понимают, что это ложная вера. Но ничем не могут сделать, потому что вот религиозная, мафиозная, коррупированная структура давит, на местах давит просто священников. Поэтому молитесь, друзья, молитесь, братья, за священников. И я знаю, что в Украине сейчас условия есть для реформации очень хорошие. Я верю, что очень много священников у нас покаятся, обратиться к Богу живому. Большинство священников у нас, неважно, московского, киевского, какого патриархата, большинство православных священников у нас, к сожалению, пока не знают Бога. Ну, я имею в виду истину, не знают, лично не знают Бога. Не пережили. Не пережили Бога. Иисус Христос пока не является Господом, Спасителем личным для большинства священников, к сожалению. Многие, даже заканчивая семинарию, заканчивая академию духовную, высшее образование получают, и не одно даже духовное высшее образование, защищая степени даже богословские, понятия не имеют, что Иисус Христос мой личный Господь, мой личный Спаситель. И что Библия имеет отношение к моему спасению прямо сейчас, именно непосредственно сейчас. Такие прописные истины вот закрыты от мудрых, разумных. Но Бог берет кого хочет вообще. Вот, поэтому молюсь. Уже больше 20 лет уже несу служение такое реформаторское, такое евангельское православное служение. И верю в эту реформацию. Но раньше, до 2003 года я то верил, то не верил. Знаете, вот верю, не верю. Но в третьем году, после вот чуда того с мальчиком, вот я уже скажу, я не просто верю, я это знаю. Я руками пощупал так. То есть, как Фома убедился, что действительно он есть воскресенье и жизнь, и верующий в него, даже если умрет, оживет. Господь, спасибо тебе за братьев, спасибо за это общение, спасибо за то, что я имел возможность сегодня и поделиться словом твоими и свидетельствами, различными даже свидетельствами. Спасибо тебе, Господь, благослови народ своим миром, благослови, Господь, Боже, я благодарю тебя за то, что ты, Господь, и читаем об этом в Библии, в книге Исфири, ты совершил в этом месяце, Господь, 2,5 тысяч лет назад великое чудо спасения народа своего во времена царицы Исфири, Мардыхая. Спасибо и за великий исход из царства тьмы из Египта, совершенной твоей рукою тогда, 3331 год тому назад, Божьего времена Моисея и Пророка. Спасибо за все, спасибо за великий исход, который совершаешь ты сейчас. Сейчас, сейчас, сегодня, сейчас, выводя миллионы душ из царства тьмы в царство света, в царство возлюбленного сына своего Иисуса Христа. Благодарю тебя, Господь, за победу твою в имени Иисуса Христа. Как тогда был Моисей, 3331 год назад, Моисей провозглашал, отпусти мой народ. Вот, Моисей провозглашал слово твое, и фараон дрожал, и царство тьмы было поражено казнями твоими, и море стало пешеходным, и прошли мы по дну морскому, как по суше, и пустыня была обитаема, ты совершал великие чудеса во время того исхода. Так, сегодня, сейчас, через Иисуса Христа, спасение для всех ты возвещаешь, великий исход, из царства не просто Египта, а из царства греха, из царства дьявола, в царство света, в царство Божье свое. Спасибо, спасибо, Господь. Благослови, Боже, всемогущие братья, благослови. Пусть здесь, в этой обители, действительно, люди освобождаются, души освобождаются, наполняются тобою, твоей благодатью, Господь, спасибо тебе. Да благословит тебя, Господь, и сохранит тебя, да призрит на тебя, Господь, светлым лицом своим, и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя, и даст тебе миг. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Так что, братья, с Богом. И если будет возможность на семинаре быть, то буду рад вас увидеть. Если нет, тогда уже записи посмотрите, тогда уже. Так и будете жить в проклятии невидориозного оккультизма. Написано, нет волшебства в Иакове. Потому что, слава Богу, что когда лучшее предохранение против оккультизма, лучше, понимаете ли, профилактика, да, чем лечение. И вот если человек Слово Божье изучает, у него это самая лучшая профилактика против всякого такого заболевания, против всякой такой нечисти. Это самое лучшее средство. Ну и к освобождению, конечно, да, молитвы и Словом Божьим мы освобождаем, да, действительно людей. Вот, значит, но для вас, скажу, чтобы не попадаться на удочку врага, вот, вникайте в учение Слово Божье, читайте Слово Божье, размышляйте об этом. Мы через наше размышление, вот через ум наш, через сердце наше, мы пропитываемся им, пропитываемся Богом. Бог имеет к нам доступ, и Он в нас погружается, а мы в Него погружаемся. Вот, пусть Бог благословит вас в этом. Поэтому, даже семинар, в принципе, он больше, наверное, адресован будет тем, кто... Хотя, многие вещи, которые там прозвучат, они для всех интересны будут. Не только для тех, кто там попал в эти проблемы. Вот, потому что вы же неизбежно будете соприкасаться с людьми, которые там и молятся к Богородице, и к святым умершим, и иконы поцелуют, мощи, мощи, останки человеческие почитают, мощи, 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 мощи. Да я вас нарушаю. Это противобожье. То есть, это то, что... Вот Бог запрещает делать что-то, да? Вот, например, родители сказали, не трогай. А человек пытается все равно взять это. Он говорит, нельзя. Он все равно хочет. У нас со старшей дочерью было такое. Она у нас такая упрямая девочка была, такая маленькая. Значит, и в дом церковный переехали, а там еще не готово все было. И провода многие. Мы там раз закрыли чем-то, что розетки нельзя трогать. И только отвернулась, жена рассказывает. А я в церковь пошел, как в храм, в храм как раз пошел служить. Вот, прихожу, жена мне рассказывает. Представляешь, говорит, она все-таки залезла туда с гвоздем, нашла гвоздь дровый. Короче, и залезла прям туда. И потом я слышу, говорит, а жена вышла на кухню. И слышу, мама! Такой какой-то нечеловеческий голос. Я забежал, и, короче, ее тряхануло, отбросило. Ну, слава богу, девочке все хорошо, да. Но она потом несколько лет шарахалась от всех электроприборов вообще. Ей не надо было уже говорить, что... Вот, поэтому вот говорю, что есть вещи, которые бог запрещает, к примеру, в религиозной практике почитать изображение, запрещает однозначно. Молиться кому бы то ни было помимо него, запрещает однозначно. Но человек хочет быть умнее бога всегда. Вот это всегда проблема. И когда церковь хочет быть, как вот та жена говорит, муж глава, я глава, да, а жена говорит, а я шея, куда хочу, туда и верчу. Вот когда церковь хочет быть вот такой головой, это большая беда. Горе от этого всего. Но по-настоящему церковь должна подчиняться Христу. Церковь повинуется Христу, написано, да? Не наоборот. Именно церковь повинуется Христу. Христос никогда не будет подкаблучником, никогда не будет. Он не такой, совершенно. Но, к сожалению, на протяжении почти двух тысячелетий, очень часто в христианстве Иисуса представляют таким подкаблучником вообще. Маменьким сынком и подкаблучником. Которым можно манипулировать, из него веревки вить, что хочешь делать из него. На самом деле не такой. Он либо Господь, либо никто вообще. Либо он Господь, либо он номер два, номер три не будет. Он один из любовников, он не согласится на такое бытие. Либо только он, либо без него тогда уже. Можно вопрос? Конечно. А чем же руководствуются православные священники, если в Библии четко написано, что Бог живой? История, предания. Вот я буду об этом рассказывать подробно. На семинаре буду рассказывать подробно об этом. Как это все приходило в жизнь церкви. И как это будет уходить. Как это должно уйти. Я верю, что это произойдет в нашем поколении для миллионов православных. Тысячи священников освободятся. Тысячи священников освободятся. Я в третьем году это увидел. Вот на примере этого мальчика, который воскрес на моих глазах, а потом на глазах врачей очень быстро исцелился. И когда ехал обратно в Киев, мы с королевца повернули обратно домой в Киев. И по дороге я слышал голос. Я не псих, я не слышу голосов. Но в жизни у меня был такой эпизод. 16 лет назад я слышал голос, громкий голос ко мне говорил. Он три раза меня спросил, ты это видел? Только я не мог ничем ответить абсолютно. А потом, после третьего раза, он сказал следующее. Вот так будет из церкви. И все. И после этого я ничего не слышал. И вот 16 лет этих ничего не слышу. Но вместо из писания, вот это само собой стало вспоминаться. Что я есим воскресенье. Я есим воскресенье и жизни. Вот до самого Киева еще ехали бы долго. Там больше часа и все это одно и то же. Место писания в голове и вовтелось у меня. Вот с того момента я вот 16 лет живу этой верой. Живу тем, что увижу вот это чудо. Хотя по-человечески в это верить, ну, как не знаю. Как тот еврей, который говорил на Сусу. Верю, Господи, помоги мы ему, не верю. По-человечески невозможно. Но как раз, когда невозможно человеку, Богу все возможно. И вся слава ему только достанется. Он так все это делает, что слава Богу не достается. Ладно, браты. Можно вас попросить? Что? Ну, у меня просто было дано похрустение, когда я узнал, что вы...